Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Саракамышском районе Западной Армении снова бушуют лесные пожары. Продолжается строительство нового посёлка для вынужденных переселенцев Арцаха. Трёхдневная конференция «Теквык Армения» пройдёт в Арцахе. Известное имя нового президента Ирана. Засуха в Тигранакерте Западная Армения привела к обнулению производства мёда. Армянское историко-культурное наследие представлено в разных городах Чехии. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Пожар вспыхнул в лесном покрове Саракамышского района Карской области Западной Армении. Инцидент произошёл на платошах и там недалеко от провинции. Хотя причина пожара пока неизвестна, первая реакция дошла до Карса с уведомлением окружающих жителей. На место происшествия прибыли пожарные машины и персонал из Карского лесничества пожарной службы и Шанкайского района Эрзурума. Экипаж примет все необходимые меры для предотвращения распространения огня. Засуха, зарегистрированная в этом году, также чревата эрриском пожаров, которые также вспыхнули в некоторых лесных районах западноармянских провинций Дерсим и Себастья. В новом посёлке для вынужденных переселенцев ведутся строительные работы. Об этом Арцахпресс сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Марта Даниэлян. По её словам, в новом строящемся посёлке в районе Астхашен планируется построить 170 частных домов, в частности для переселенцев из сел Сагнах, Мошхмхат, Мадаташен, Джарагацнэр Астхиранского района. Общая строительная площадь участка составляет 523 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, в новом посрочемся посёлке будет общественный центр, где будут расположены общественные холлы, медицинский пункт, общественный зал на 200 человек, детская площадка и стадион, сказала Марта Даниэлян в ходе беседы. Новый район планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 года. Финансирование будет представлено Всеармянским фондом Айастан. Для участия в трёхдневном мероприятии Tech Week предоставляется бесплатный транспорт. Об этом корреспонденту Арцах Пресс сообщил ответственность за официальную страницу Tech Week Арминия в Facebook. Мероприятие пройдёт в Большом и Малом залах Дворца культуры и молодёжи Республики Арцах по адресу улицы Туманя на 59 Степанакерт, Арцах. В трёхдневное мероприятие Tech Week начинается 3 июля начала в 14.00 и продолжается 4 июля в 10.00, 5 июля тоже в 10 утра. Вам нужно только заранее зарегистрироваться на сайте конференции. Есть бесплатные транспортные средства, чтобы добраться до Степанакерта и обратно из городов Аскерран, Мартакерт и Мартунии в Арцахе. Проживание и питание оплачиваются участниками. Следует отметить, что Tech Week – это трёхдневное мероприятие, которое объединяет основные мероприятия в области информационных технологий в Армении в одном месте. В этом году оно состоится в Степанакерте. Основная цель мероприятия – сбалансированное постоянное развитие сообщества. По неофициальным результатам выборов в Иране, консервативный кандидат глава судебной власти Ибрагим Рейси стал восьмым президентом страны. Действующий президент Хасан Рухани заявил о своём заявлении, что новоизбранный президент был избран народом, а сам он уйдёт в отставку через 45 дней. Отмечается, что новый глава Ирана является возможным преемником верховного лидера Айатоллы Али Хеменеи. Рейс, который привлекает к себе внимание общественности, обещая развивать свою экономику и бороться с коррупцией, защищает жизнеспособную экономику. Рейс проиграл Хасан Рухани на выборах 2017 года. Из-за засухи производство мёда в Тигранакерской провинции Западной Армении достигло нуля. Пчеловоды также пострадали от засухи в регионе. В Тигранакерте, где ежегодно производилось от 3500 до 4000 тонн мёда, производство мёда в этом году почти полностью упало из-за отсутствия отсадков и засыхания растений. Около тысячи производителей мёда в регионе требуют поддержки отрасли. Председатель правления Тигранакерского пчеловодческого объединения сообщил, что существует более тысячи пчеловодских хозяйств, которые производят от 3500 до 4000 тонн мёда в год. Он отметил, что в прошлом году урожай мёда снизился на 40%, а в этом году мёд не производится из-за засухи. Как сообщает Армен Пресс, посольство Армении в Праге сообщает, что программа будет реализована в рамках расширенного формата традиционного фестиваля Дней славянской культуры, на котором ежегодно представлены 3-4 страны. В этом году фестиваль представляет Армению, Беларусь, Черногорию и Австрию Чешской республики в более чем десятки городов Чехии. Армянская часть фестиваля пройдёт под эгидой посольства Армении в Чехии. Она состоит из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, памятников и элементов нематериального культурного наследия человечества, а также передвижной выставки выдающихся армянских деятелей. Для получения дополнительной информации о программе заинтересованные лица могут перейти по следующей ссылке. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою миссию по сохранению армянской идентичности и патриотизма. Полученные вами сообщения – уникальная оценка нашей работы. Все эти годы наша телекомпания стремилась предоставлять хорошие новости, рассказывать о наших депортированных соотечественниках по всему миру и представлять нашу родину. Нам нужна ваша поддержка, чтобы вывести эту нелёгкую работу на новый уровень. Государственное телевидение Западной Армении рядом с вами и продолжает быть неугомонным голосом нашей Родины. Вместе мы можем больше. Далее для вас сосна церейль. Хой нар. Далее для вас сосна церей. Далее для вас сосна церей. Далее для вас сосна телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.